Вот и продолжая экскурсию по нашему саду. Вот такой элемент декорации из бревна. Это еще чехвостых горшочков керамических или каких-то цементных тяжелых. Эта декорация очень интересно выглядит. Не знаю, как показать ее без света, с подсветки. Может быть, вот так лучше. Ой, шикарный сад. Мы будем часто вспоминать о нем. Такие пальмы. Разные виды пальм. Деклар читает книжку. Ай, Клэр! Вот сам сад. Эта штука колючая. Цветет красными мелкими цветочками. Сейчас нет. А вот хеликора еще. Какая красивая. Каждый день открывает для себя здесь новое что-то. Какие-то новые растения, которые в первый день не увидела. Калибри. Калибри были здесь, посещали нас. Вот там птица какая-то клевет зернышки. Вот хеликора такая высокая. Вот хеликора такая высокая. Пальма какая. Как бамбук стволы у нее. Шикарная такая густая. Как фонтан большой. А вот эта бакенвилья. Которая в общем-то у нас тоже во Флориде растет. В довольно таки больших количествах. Но здесь у нее, у бакенвилья такие листья широкие, большие. И цветы крупные. Банановые пальмы. Молодые. Это ихора. Отцветает уже. Такой апельсиновый цвет. Там коралловый цвет и хора. Тоже большой очень куст. Дерево-куст. Вот эти очень красивые штучки с трелочками. Такое ощущение, что это шар птица. Необыкновенной красоты цвет. Такие цвета природа создает. Удивительно, где она берет краски такие. А вот этот цветочек красненький. Сейчас к нему приближусь. Как будто ананасик. А это все разные виды кротона. Вот еще у нас тут дворик такой. Вход уже в другой корпус, в другой домик. О, Эдик, посмотри, какие огромные листья. Ты где в этом ушел? Вот один лист. Вот он такой огромный. Он как, не знаю, наверное, может как зонтик от солнца на пляже. Какие мы покупаем зонты. Вот он таких размеров. Даже его не могу показать, чтобы сравнить. Это просто неимоверная красота. Я раньше таких не видела никогда. Больших именно. Может быть, меньше-то и видела. Вот посадить бы такой возле бассейна. Иметь, вернее, иметь бы такой возле бассейна и... прятать от жары, от солнца. Вау, какая красота. Ну как природа делать такие гофре? Наверное, люди у них научились делать гофрированные юбочки, ткани. И вот наш пол, наш бассейн. Это одна комната, и там вход в другую комнату. Да, мне очень хочется уезжать отсюда. Вот такой красивый огромный шар. Кактус. Кактус колонхо. Я не знаю, как его правильно называют. Колючий очень. Им можно любоваться только сдалека. Вот здесь забор, по которому игуаны бегали. Кокосы свежие. Ой, вернее, созревшие. Ну, это уже на соседской территории. Вот еще одно дерево с какими-то плодами. Огромная крона. Листья широкие, широченные. Просто такую тень приятную прохладу создают. Вот еще и хора. Тоже такой коралловый цвет. Хочется прям потрогать ее. Ладно, я сделаю это за вас. Но она не пахнет. В бассейне вода очень теплая. Вот это огромное тоже красивое растение. У нас оно тоже во Флориде есть. Если бы оно не замерзало, оно бы давно тоже выросло, наверное. Последние два года были морозы зимой. До 4 градусов. И это не очень хорошо для городских растений. И заросли щучьего хвоста у других. Вот это алоэ. Алоэ колонкоя. Вот он океан. Вот прогулка наша. Заканчивается. Что-то становится пасмурно. Возможно, с дождем существует. Хотя сейчас считается сухой сезон. Так. Ну все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok